здравствуйте друзья меня зовут Татьяна Сиваченко и это канал знания для жизни сегодня у нас в гостях белорусский политико-экономист руководитель научно-исследовательского центра миссиса Ярослав Романчук Ярослав здравствуйте добрый день Даня добрый день дорогие друзья знаете у нас многие говорят наши белорусские политики о том что в стране все очень хорошо о том что строится заводы о том что создаются новые рабочие места скажите пожалуйста так ли это расскажите нам всю правду о том что сейчас происходит с экономикой в Беларуси лет 20 таких политиков не видел чтобы убежденно уверенно говорили о том что в Беларуси строится все развивается Беларусь находится на траектории устойчивого роста это было в 2000-х годах когда Беларусь активно становилась нефтяным офшором нефтяным эмиратом она активно перерабатывала нефть торговала нефтепродуктами с европейским союзом российской и белорусского российского происхождения это было темпы роста 7,5 процентов но это было уже в прошлом как раз 2000-е годы последние 10 лет экономика стагнирует среднегодовые темпы роста меньше одного процента это в 2,5-3 раза меньше чем в среднем по миру и в 5-6 раз меньше чем развиваются динамичные страны Азии так что мы можем видим строиться осваиваться бюджетные ресурсы мы видим что в программах государственной модернизации было захоронено или омертвлено порядка 70 миллиардов долларов государственных или поддерживаемых государственными инвестициями да есть здания фермы агрогородки все это есть но вопрос является ли это бизнесом или является просто освоением ресурсов совершенно такой показательный пример лакомысовая бумажка уже стала такой классическим примером белорусской модернизации или модернизации это деревообработка когда которая получила порядка 4 миллиардов долларов денег на модернизацию на то чтобы стать локомотивом роста а последние пять лет это этот сектор поглотил является чистым получателем бюджетных трансферных еще то есть он не платит налоги наоборот забирая деньги из бюджета и к тому же ему освобождает его освобождает обслуживание кредитов так что сложно назвать хотя бы один сектор экономики который бы действительно динамично бурно развивался где бы было полноценное коммерческое значит развитие система самого госплана она работает только на прожирание ресурсов поэтому тут говорить про какое-то развитие можно только разве в прошлом и либо в каком-то отдаленном будущем реальность показывает что ресурсы которые накопила беларусь публика беларусь последние там 25 лет которые еще основаны были заложены еще в советском союзе проедаются загнивается единственное что еще спасает беларусь беларусь это трудолюбие беларусов и собственно такое отношение белорусское ответственное к тому месту где не работают где бы не работали на госпредприятии на селе в транспорте везде кажется ну как я могу бы делать хуже вот это спасает нас и поэтому белорусская экономика 60 миллиардов долларов это конечно же не африка не азия но до тех стран которые совершали последние 20 30 лет рывок нам действительно далеко и мы постоянно отстаем и скатываемся к концу первой сотни стран по ввп а как же свободные экономические зоны которые создаются для привлечения инвестиций ведь у нас беларуси они тоже существуют действительно ли они привлекают инвестиции свободно экономические зоны как и особые режимы деятельности то в том себе для айти это действительно такие налоговые привлекательные оазисы в них можно работать какое-то время до оптимизировать налоговую нагрузку что собственно делать отдельной компании но законодательство республики беларусь распространяется на всех тех кто работает нашей стране а у нас же тоже стал же таким мемом иногда не до законов иногда не до того чтобы соблюдать правила прописанная для свободных экономических зон свободно экономические зоны они скорее являются местами для того чтобы отвлечь инвестиции из других регионов и привлечь эти они для привлечения новых из-за рубежа поэтому если посмотреть на тот объем прямых иностранных инвестиций которая получила беларусь за последние 25 лет то наша доля в мировом объеме 4 сотых 4 сотых она была такой 20 лет назад и сейчас то есть страна не привлекательно потому что законодательство юрисдикция республики беларусь сегодня является токсичным для инвесторов и это подтверждает и международной организации уэссер ну и также такой показатель очень хороший как кредитный рейтинг или цена денег по которой страна можно взять в долг сегодня еврооблигации по сути дела заблокирована нашей страны но и даже если бы наши власти попытались разместить то меньше чем за восемь с половиной девять процентов долларов годовых нам едва ли дадут это показатель крайне высоких инвестиционных рисков и тут хоть ты в каждом селе будешь делать свободно экономическую зону при наличии такого политического руководства обнуление права и превращение страны в омона экономику ничего не спасет и ничего сюда с точки зрения инвестиций не придет а давайте с вами представим такую ситуацию что режим пал лукашенко ушел и вместе с ним его так скажем прикорытники что будет с экономикой беларуси ну здесь и два варианта скажем писем крайне и посмотрим какой нам лучше первый вариант это такой украинско-молдовский вариант когда реально вот появляется политическая воля на реформы появляется новый президент он формирует правительство и он делает то что многие даже в оппозиции говорили будем мы принципе на 80 90 процентов согласны с тем что делать вертикаль власти люди не принципе хорошие государство у нас работает и мы будем просто честнее справедливее эффективнее этим всем делом управлять в рамках государственной собственности вот такая модель это подарок для номенклатурно-силовых кланов для превращения беларуси в полноценный олигархат вот конечно же с огромным влиянием российских олигархов а также тех людей из беларуси которые за последние 15-20 лет накопили 100 200 миллионов долларов как минимум второй вариант это вариант грузии времен саакашвили и бендукидзе когда реально пришла патриотическая часть элиты они сделали полноценные рыночные свободно-рыночные реформы конечно же не закончили их но тем не менее даже этот вот такой системный подход реформа позволил грузии радикально улучшить все показатели включая система образования бюджетная обеспеченность инфраструктуру и все прочее мы 25 лет готовимся именно к второму варианту у нас есть пакеты законов которые позволят максимально быстро пройти период вот этой адаптации есть наработки в денежно-кредитной сфере бюджетно-налоговой приватизации социалка пенсионная реформа здравоохранения все это есть на бумаге уже если будет политическая воля и будет принято решение двигать беларусь именно в этом направлении примерно таким путем пошла ирландия которая сегодня на самый богатый стран мира южная корея которая за 40 50 лет стала полноценной промышленно развитой страной тайвань который при соседстве огромного китая стал страной одними из лидеров высокотехнологичных производств вот те примеры которые мы используем для того чтобы выдвинуть и выработать программу для беларуси а вот сегодня очень важно нам формировать именно спрос на такую такие реформы чтобы не было желание которое слышу в том числе от многих оппозиционных политиков структур а давайте мы немножко улучшим немножко усилием шоковая терапия это плохо рыночная экономика это не для нас менталитет мы еще не готовы то есть территории которые слышу 25 лет к сожалению не только от органов государственной власти но также эта позиция по вашему мнению какая самая главная реформа должна быть принята в первую очередь это вот как взять методику киевского торта там или не знаю что может беларуси бы такое белорусский драник до условно когда успех конечного блюда зависит от ингредиентов от того кто их делает и какими руками чистыми не чистыми вот здесь самые главные успехи корни экономического чуда беларуси это системное одновременно и комплексное применение тех наработок инновационных которые у нас есть вот пожалуйста в деньгах люди выбирают из пяти валют которые те деньги которым им выгодно пользоваться вот пожалуйста налоги 3 налога вместо 25 плоские шкалы все понятно без бухгалтерии без особых там финансовых знаний вы знаете продал товары в рознице заплатил один налог плоский и все и свободен никакого налога на прибыль на лендеса быть не должно в отношении социалки если ты потерял работу если у тебя иждивенция если у тебя из болезни ты знаешь что у тебя на счет придет от 100 до 200 долларов в месяц и ты жестко будешь получать вне зависимости от того что там говорят разные политические партии и понятное дело все это вот нужно делать в рамках того что называется экономическая конституция или конституция республики беларусь новая которая должна быть надета на государство смирительная рубашка самым главным врагом развития человека предпринимателя безусловно является государство поэтому как большой монстр левиафан который за 25 лет беларуси сожжал наш потенциал на него нужно надеть смирительную рубашку и намордник в лице виде ограничения по госрасходам запрет дефицита бюджета за ограничение по государственному долгу вот и эти вещи и конечно же собственность количество активов которое должно быть в руках государства вот если мы это сделаем то через пять лет страну нашу не узнаешь и те люди которые сегодня работают за пределами беларуса там миллионы беларусов плюс беларуса внутри страны не нужно будет программы в всемирного банка оср там россии и китая люди сами привлекут деньги люди сами наладить производство это будет таким хабом для развития каким сегодня является ирландия для западного мира а если все-таки нынешнее государство не получится нам одеть смирительную рубашку что тогда делать что будет с беларуси в ближайшие пять десять лет ближайшие пять десять лет если не будут реформа будет такой вот номенклатурно силовой между собой чик схематоз это будет такая знаете очень опасная для человека труда для ответственного честного человека модель которая есть всесилие местных феодалов которые мы сегодня наблюдаем они подменяют от себя структуры власти и структуры правоохранительных органов вот самое страшное что сегодня есть набирает обороты когда на местном уровне район небольшой город в одном в одном как бы такой группировки находятся председатель исполкома потом главный с кгб главный прокурор судья милицейский вот эти ребята делят крышу и свои бизнесы и ликвидируют те которые с ними не работают и вот это грубо говоря процессы начались потому что они так или иначе имитируют верхние эшелоны власти если верхней эшелонной власти интеллектуальные управленческие элиты не поймут что это путь деградации разложения страны да пусть такой молдавизации если хотите путь деградации всего того что в нашей стране было создано за последние там даже 20 лет на основании там предпринимательского человеческого капитал то есть беларусь может телепаться в уровне там пять шесть тысяч долларов на душу населения еще очень долго потому что люди у нас трудолюбивые но при этом вот самое страшное демография это у нас будет три миллиона пенсионеров на 4 миллиона работников пенсионеры будут обречены на бедную старость на совершенно такое унижение на старости молодежь вся будет уезжать молодежи будет крайне мало потому что учиться на на год в литве в польше в германии где угодно только не в беларуси в системе образования который учитель получает там 200 300 долларов она нетруд не конкурентоспособная то есть это будет конец политического проекта республика беларусь это будет место в которой будут полезки и болото будут мирные значит отравленные совком пенсионеры и наглые феодалы местного и национального уровня ярослав а что вы думаете по поводу стачек нужны ли сейчас беларуси забастовки беларуси нужны идеи революция идеи революции день через забастовки через санкции не проводятся вот те люди которые проснулись в двадцатом году в 25 лет они спали по разным причинам кто деньги зарабатывал кто считал что политика это не их дело кто считал что лукашенко там хорошее управление тем делать все что возможно вот сегодня вот я такое сравнение даю вот доросы 20 года те которые впервые поняли осознали себя гражданами как тюльпаны они вот сезон такой яркий цветение красиво эстетично великолепно но беларуси нужны люди которые ведут себя как крыжовник как смородина долгосрочная долговременная упорная работа каждый день по овладению умами и сердцами населения поэтому когда я вижу опросы в которых только 42 процента беларусов считают демократию самая лучшая форма и правления только 42 друзья это даже не половина после того что произошло в нашей стране мы понимаем что главное нужно идти не от оскорбления наших оппонентов не от запугивания нет шантажа а вот а просто нужно словом примером говорить о том что нужно забастовка это дело рабочих коллективов если вопиющим образом нарушается права работников на предприятии у нас и трудовой кодекс у нас есть права человека конечно же необходимо забастовка является полноценной частью прав человека записаны во всех международных договорах я не вижу причин почему беларусы не могут воспользоваться данным прав а скажите если какие-то исследования расчеты если допустим все-таки режим упадет сколько нужно на реанимирование экономики в беларуси знаете вот всегда вот такой вопрос попахивает ответом никого аристократа этой экономики либо от госуправления я знаю сколько нужно денег 5-10 миллиардов долларов для того чтобы вывести беларуси на какой-то уровень развития вот это вот уже научный подход почему потому что мы всегда вот такое моделирование она построена на воспроизведении старого вот как что нужно было бы чтобы загрузить все мощности чтобы их модернизировать такую работу по составлению такого рода бизнес-планов никто не делает поэтому так или иначе это идет речь о том что дайте нам международную помощь дайте нам там техническую помощь дайте нам дотации и мы вот за 5 миллиардов долларов построен вам демократии на самом деле что нужно делать нам ближайшие тут если появится спрос на системной реформы на просто нужно политическая гражданская личная экономическая свобода вот этот простой сюжет без денег потому что я уверен что государство у нам для того чтобы функционировать как полноценное государство нужно порядка 15-17 миллиардов долларов сегодня бюджет беларуси это 22-24 миллиарда долларов то есть при сокращении существенном сокращении налоговой нагрузки при том что мы посадим государство в смирительную рубашку мы сделаем гораздо больше чем мы будем под госгарантии под государственных программах заниматься модернизацией белорусских предприятий разного размера разного направленности это должны делать исключительно белорусы если белорусам дать раскрыть вот раскрепостить их предпринимательский потенциал создать права собственности сделать те реформы в денежных налоговой регуляторной политики которые у нас же есть на бумаге я уверен что государство как таковое вообще не нужно не нуждается будет деньгах ну может быть там на реформу системы здравоохранения пенсии может быть на то чтобы перехватить с точки зрения там вот период квалификации переобучения реалокации безработных это может быть временно там на два-три года но не более того основная нагрузка я уверен что с не справится сотни тысяч белорусов это как раз часто инвестиции в частные проекты вот которые с удовольствием сделают мы партнерстве с нас партнеры значит с предпринимателями с инвесторами с со всех стран мира начиная от россии украины и польши китая сингапура тайваня до америки и мексики или канады здесь просто эти сегодня когда есть спрос на то что собой себя представляла германия после второй мировой и ирландия 80 90-х годов когда деньги ищут а где им бы куда им войти для реализации технологии черта промышленной революции денег сегодня в вагон триллионы долларов не знает куда идти какие проекты реализовать поэтому самая большая редкость это та страна то есть дикция в которой будет низкие законы жестко соблюдение прав собственности конкуренция денег и то полная открытость миру полная открытость миру понятное дело на основе современной инфраструктуры и вот здесь инфраструктура тоже те проекты которые конечно же необходимо реализовывать совместно и с европейским союзом из россии с украиной потому что евро сегодня логистика инфраструктура это как кровеносные сосуды она должна быть даже быть качественной опять таки и я не вижу причин почему должна быть государства скажите у нас в беларуси очень много убыточных заводов которые работают буквально на последнем издыхание практически банкроты на которых очень старое оборудование если смысл их модернизировать или проще вообще все закрыть и построить что-то заново решение о том закрыть и не закрыть должно приниматься конкретными собственниками безусловно с участием трудовых коллективов и управленцев главное создать мотивацию чтобы люди знали что они это их предприятие чтобы у них было четкое видение если мы будем хорошо работать то наши акции будут расти в цене у нас будут хорошие дивиденды у нас будет хорошая заработная плата у нас будут значит мы будем привлекательными для инвесторов наши товары будут хорошие на внутреннем и внешнем именно так ориентируясь на внешние рынки заработали и стали современными странами тайвань южная корея ирландия сингапур любая страна которую него не возьми она никогда не значит работала успешно ориентируясь только на внутренний рынок и только в режиме жесткого протекционизма и государственной собственности поэтому решение же есть а вот с точки зрения что делать с работниками предприятия увольнять не увольнять опять-таки функция государства для этого есть проект закона адресной денежной социальной поддержки когда человек уволившийся может рассчитывать на пособие по безработице понятное дело 100 150 долларов а также на деньги на переквалификацию переобучение и даже на переезд чтобы не было кармана бедности расположены в моногорода также все таки еще создавать новые рабочие места в программе с которой я шел на президентские выборы 2010 года миллион новых рабочих мест которые белорусские власти до сих пор вспоминают добрым словом потому что она очень сильно заела запала в как бы в печенке что ли в головы да потому что реально вот если бы мы эту программу реализовали вот за то время мы уже создали полтора-два миллиона новых рабочих мест вот потому что те рабочие места которые сегодня по-прежнему искусственно поддерживаются в госсекторе а такие где-то минимум полмиллиона они эти люди должны находить места в других предприятиях других сектора когда мы видим что тысячу белорусских предпринимателей айти сектор инженеры современная торговля это все убегает из белоруссии потому что есть жесткий нажим на собственников управляющих капитала вот сделал ты символику или бренд компании не тех цветов вот тебе пожалуйста сразу 15 суток или даже уголовное дело в таких условиях понятное дело никаком развитие не может быть и речи вот поэтому программа миллион новых рабочих мест она не потеряла своей актуальности эта программа которая надо комплексно реализовать и собственно вот в ней основные элементы как раз и заключены это вот если взять три главных таких большими широкими мазками первое это налоговые сдержки налоговая нагрузка в беларуси будет ниже чем в европейском союзе и это сделать ее привлекательной снова инструктор налогов на есть регуляторной нагрузки здесь мы будем применять метод регуляторной гильотины то есть обнуление всех безумных регуляторных требований разрешений лицензии сертификаты всего прочего требования вернее введение новых регуляторных требований будет только после доказательства заявителем о том насколько это требование повышает конкурентоспособность белорусской экономики белорусского производителя и третье трансляционные издержки это суды это отношение с государством вот и здесь тоже нужно импорт института в виде хозяйственного суда и как это сделала в дубае как есть казахстане система подготовки нового белорусского суда требует безусловно международного присутствия особенно в сфере хозяйственных споров и поэтому здесь беларуси должен быть высший хозяйственный суд состоящих из авторитетных юристов мира для того чтобы они при них были новые ребята молодые учились вот и они готовили вот новую новое поколение белорусских значит судей белорусских прокуроров белорусских силовиков которые бы и делали свою работу уже в рамках той самой смирительной рубашки и концепции малого государства государства не затычка в каждой бочке затычка а государство которое четко понимает какие услуги оказывать за какие деньги услуги оказывают и каждый гражданин знает может проверить как она это делает ярослав спасибо вам большое все очень четко и понятно я надеюсь что очень скоро мы сможем создать миллион новых рабочих мест и также у нас будет частная собственность будет другое государство свободное и процветающее спасибо вам большое что вы пришли к нам сегодня я вам желаю творчество на белорусе вы придетесь и вернетесь и полмиллиона белорусов тоже вернуться с деньгами и связями и самое главное с бурной энергии творить будущее да и вернуться в страну для жизни